Давайте мы с вами перейдем к нашей теме сегодняшнего вебинара. Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Смирнов Николай, я являюсь директором по маркингу бренда Active Traffic. Это технология теперь внутри сервиса Ruki, которая появится скоро уже в самом сервисе Ruki. Пока это как отдельный проект. Я думаю, что частично технология вам известна по проекту High Conversion, потому что здесь присутствуют люди, которые пришли с ссылки из High Conversion, и здесь присутствуют люди, которые пришли с рассылки Ruki. Грубо говоря, наше направление сейчас в рамках Ингейта мы находимся. Это будет развитие именно таргетированной рекламы. Я маркетолог со стажем, наверное, 7-8 лет, довольно-таки много преподаю, сам все настраиваю руками, можно четче. Но давайте постараюсь почетче. Сам все настраиваю руками, люблю таргетированную рекламу, потому что она работает по довольно-таки прямолинейным правилам, про которые сегодня мы и будем говорить. Я думаю, что давайте от прелюдия перейдем сразу же к делу и начнем. Наш сегодняшний вебинар – это первая часть большого вебинара. У нас с вами вебинар один большой, состоит из двух частей. В первой части я рассказываю вам про нюансы рекламного кабинета «Контакта», как работает аукцион, как работают разные модели покупки трафика, что такое сегментация. Ну и, в принципе, буду вам рассказывать про внутрянку самого рекламного кабинета «Контакта». А дальше, в втором вебинаре, который будет у нас с вами 29-го числа, также в 3 часа дня, будет история про варианты оптимизации и автоматизации того, что вы узнали на этом теоретическом блоке. Поехали! Начнем мы с вами с очень простой истории, то, что в любом случае, так как это первый вебинар, вводный, который мы с вами изучаем, это история, связанная с целями и настройками. Нужно для себя сразу же определиться, какую цель мы перед собой ставим с точки зрения объекта продвижения. Могу вам выделить три цели, на которые обычно большинство таргетологов работает. Это сайт, сообщество и сейчас это рассылки в сообществах или сразу же литген на непосредственно чат-боты, где мы, в принципе, аналогично рассылке работаем. В чем есть нюанс определенный? Если мы с вами говорим про сайт, то в любом случае для вас должно быть знаком инструмент под названием Google Analytics или Яндекс Метрика, без которого оценить отдачу по рекламе вы не сможете. Если мы с вами говорим про сообщество, то, в принципе, нам веб-аналитика здесь может быть и не нужна, если мы закрываем своих клиентов внутри именно само по себе сообщество. Мы продаем в своем личном сообщении. При этом контакт идет по пути забирания рынка внутрь себя. Как я думаю, то, что многие заметили, что первое, то, что у нас появился BK Pay, который сейчас позволяет принимать деньги. И вторая история, я думаю, то, что будет для вас тоже полезна, тем, кто работает с контактом, приблизительно где-то, наверное, в первом квартале 2016 года появится аналог тильды только в рамках контакта. Грубо говоря, мы с вами сможем строить сайты внутри самого ВК. Пока еще до конца непонятно, как это будет создано, потому что это было только объявлено на BK Day, мероприятие, где контакт рассказывает о последней новинке. Плюс есть определенные шаги с точки зрения получения даже лидов в рамках таргета, не выходя из контакта. Например, это лид-формы, которые автоматически отправляют заявки на почту и, например, в личные сообщения. Грубо говоря, контакт идет по пути, чтобы забрать весь рынок внутрь себя и не отдавать никуда внешний трафик. Но в любом случае разные проекты по-разному выбирают свое продвижение. Поэтому у нас есть продвижение с точки зрения цели. Это сайт, сообщество. И рассылка в сообществах, я думаю, то, что многие из вас знакомы, что email-маркетинг в какой-то мере немного перекочевал внутрь самого контакта. Что, в принципе, тоже сейчас даже тот же самый Gabayune позволяет отслеживать нам, насколько привлечение трафика для подписоты внутри нас по рассылке была для нас эффективной рекламной кампанией. Теперь, в любом случае, мы с вами не забываем, что если мы с вами говорим про сайт, я в основном рассказываю про лид-генерацию сайта. Необходимо, даже если мы с вами ведем даже на сообщество, сообщество потом подогреваем, ведем на сайт, не забывайте разделять свой трафик с помощью тем меток. Совершенно простой, допотопный пример разделения, который использую всегда всеми. Например, трафик из платной рекламы контакта, например, это CPC, BKCPC. Например, трафик из нашего сообщества, именно из сообщества, мы промечиваем метками BK.com, BK.com, BK.com – это как UTM source, это источник, а BK.com – это как тип трафика. К чему я веду? Я веду к тому, что даже если мы с вами хотим подогревать нашу аудиторию через сообщество, а в дальнейшем ее затаскивать, например, к нам на сайт, например, на какой-нибудь марафон мы хотим их затащить, или мы хотим сразу же продавать им товары, или какая-то у нас распродажа или акция, в любом случае, прошу вас не забывать использовать UTM-метки, которые позволят вам понять на самом деле, с какой активностью в рамках контакта вы смогли получить себе клиентов. Двинемся дальше. Почему, в принципе, иногда сейчас литген на сайт эффективнее, чем, например, ведение сообществ в принципе? И почему иногда даже сразу же затаскивать людей на рассылку, или сразу же подключать их чат-ботом в ВКонтакте будет эффективнее, чем опять же вести их просто на подписату? Ответ кроется в таком понятии, как «умная лента», или по-другому охват ваших постов. Скажите, пожалуйста, кому знаком термин в виде «умной ленты» или кто видел, что на последний, например, год, возьмем год, не будем брать прям очень большой период времени, что охваты в рамках соцсетей, в рамках Фейсбука, Инстаграма, Контакта, да даже одноклассников, они у вас органически снижаются. Замечали ли вы это? Мне интересно то, что если замечали, то напишите плюсик. Если не замечали, то опять же интересно, сколько у нас людей, которые еще так не особо глубоко знакомы с именно соцсетями. Вот Мария пишет, что Инстаграм «умная лента», да? Инстаграм в виде «умной ленты» стал внедряться приблизительно с весны 2018 года. Я помню, как все блогерши постоянно пытались каким-то образом свою аудиторию провоцировать, как-то немножечко намудрить, чтобы «умная лента» их показывала чаще и так далее. В «Контакте» блогеры пытались все время инициировать людей, чтобы они подписывались на уведомления. В итоге эта история, конечно, в принципе, работает, но с точки зрения стратегического решения, если мы не попадаем в цели потребности нашей аудитории, наш контент в таком случае не показывается. Хочу напомнить, что средняя динамика показа поста ВКонтакте – это порядка от 5 до 15%, даже до 20% в Фейсбуке – это от 5 до 15%, в Инстаграме – это от 10% до 30-40% – это средний охват вашей аудитории в рамках вашего поста. Двигатель о том, что сейчас «умная лента» – инструмент вытягивания денег в рамках именно «социал-медиа». Почему? Потому что, грубо говоря, ленты настолько сильно перегружены, что, соответственно, пошли по такому простому пути. Если хочешь получать свою аудиторию, которую ты уже привлек в рамках именно коммуникации, плати еще, пожалуйста, денежки за буст этих постов. Как мы с вами замечали, например, в том же самом Инстаграме появилась очень незатейливая кнопочка «Продвигать пост», которая неожиданно странна, но появилась она как раз с точки зрения ужесточения, охватной истории. А в Фейсбуке все время была инициатива, что пользователи должны вкладывать платные бюджеты в продвижение на своих подписчиков. В ВКонтакте тоже та же самая история. Я думаю, что если вы глянете охват ваших постов, то вы заметите, что в среднем он составляет от 10 до 20%. Получается, что большая часть аудитории вашего контента не видит даже при таблице. Желание его смотреть. Потому что, грубо говоря, они вышли из алгоритма, они, например, вас не лайкали, не комментировали, не переходили в ваше сообщество, и, к сожалению, теперь их не видно. Введу это к тому, что в рамках именно продвижения соцсетей нужно не забывать, что, может быть, подписчики вам обходятся дешево, но потом нужно и удерживать внимание этих подписчиков, что ставит перед вами дополнительную задачу. Поэтому не забывайте, пожалуйста, а то у нас очень часто рынок любит немножко коверкать истинную сущность ситуации. Вам обещают много подписчиков, но, к сожалению, ваш контент или то, как его ведет СМС-специалист, не всегда идеально. И, грубо говоря, вы имеете хорошую потенциальную базу, до которой никаким образом не получается достучаться. Это, на самом деле, самая большая проблема сейчас в рамках будущего продвижения, в рамках 2018, который кончается, и, мне так кажется, что как минимум первой половины 2019 года. Дальше. Не забываем то, что воп-аналитика существует у нас... Это подразительный этап, 5 слайдов наши. Воп-аналитика существует у нас не только для того, чтобы считать эффективность наших главных компаний, но также еще полноценно подготавливаться и постоянно привлекать новую аудиторию. Двинемся дальше. В принципе, стандартный Google Analytics показывает нам с вами рекламные компании с точки зрения того, сколько мы получили конверсии, какой кассант конверсии, сколько мы получили кликов и всей остальной статистики, чтобы мы с вами могли делать выводы насчет того, о том, что реклама работает хорошо или плохо. Теперь мы с вами переходим уже к сути нашего доклада. Небольшой подразительный момент я вам рассказал, как вводный вебинар первый сегодняшний в рамках наших циклов. Теперь разбираем с вами именно аукцион рекламы ВК. Для этого вначале мне хотелось бы понять, как много среди нас участников, которые уже запускали рекламные компании ВКонтакте. Позвольте, пожалуйста, плюсик. Я буду довольно-таки частенько вас мучить плюсиками, минусиками, единичками, оценками и всем остальным. Поэтому не обессудьте, будем ставить плюсики. Пока я видел четыре плюсика, минусики те, кто не настраивали. Сейчас мы с вами увидим нашу теневую аудиторию, сколько пользователей у нас сейчас одновременно работает, сколько пользователей одновременно пошли себе налить кофеечко и попить немножко. Вот Spice, в принципе, вижу креативный, не знаю, девушка, молодой человек, но почему-то все кажется, что молодой человек. Люблю креативных людей. Они всегда интересны в коммуникации. В итоге история такая. Если говорить про Target, то обычно очень много поиски знает, как работает парсинг аудитории, что, в принципе, есть какие-то там связки, все остальное. Но, к сожалению, не знают основ самого аукциона контакта. В чем основа аукциона контакта? В том, что в рамках контакта существует два аукциона. Что такое аукцион? Это место, где вы покупаете себе размещение на нужных вам пользователей. Грубо говоря, аукцион работает очень просто. Есть пользователь, у него есть свободный лот, куда можно поставить объявление внутри контакта, и выигрывает тот, кто, в принципе, выигрывает. И с точки зрения этих аукционов, есть всего два. Первый аукцион – это TGB или тизеры, или по-другому текстовые графические блоки. Ну, или по-простому – это обычные маленькие картинки слева, которые показываются. Слово «тиз» – «дразнить». Это те объявления, которые показываются только в основной версии сайта. Это десктопная версия сайта, это ноут, например, с которого я сижу, или ПК-шки стандартные. Теперь, в рамках именно TGB – это отдельный аукцион. Он не конкурирует с рекламодателями, которые показываются в ленте. И означает, что здесь это отдельный аукцион, то там, значит, конкурируют только между собой рекламодатели, которые работают только в тизерах. Сейчас чуть попозже подведу вас к основному месседжу, который я несу сейчас в массы. Рекламу закупать в TGB можно по показам и по кликам. Вы сами выбираете. Про это тоже будет рассказано более детально, что и когда выбирать. Второй аукцион – это рекламная запись или это реклама в ленте. Я думаю, что многим из вас она очень-очень-очень знакома, потому что вы ее ежедневно видите. Она расширяется, она увеличивается. Первоначально она показывалась только в рамках ленты новостей. Потом коллеги из «Контакта» подключили еще рекламу внутри сообществ. В стенах сообществ показывается это. Потом они подключили еще дополнительно рекламные сети. Это альтернативные приложения «Контакта», которые используют API-VK. Например, тот же самый Kate Mobile. Там тоже показывается реклама в ленте. Грубо говоря, «Контакт» расширяет свою сетку показов, потому что количество рекламодателей увеличивается и еще раз увеличивается. Становится все больше, больше, больше. И это создает определенную проблему. С тем, что чем больше рекламодателей, тем выше ставки. Чем выше ставки, тем меньше это из того, что малый бизнес или бизнес-начинающий сможет пробиться. Потому что малый бизнес и начинающий бизнес – это две категории, которые первоначально, когда заходят, допускают очень большое количество ошибок, если в особенности начинают не очень правильно продвигаться. Поэтому, к сожалению, в рекламных записях можно очень сильно слить бюджет и остаться с носом. Рекламная запись или реклама в ленте показывается и на основной версии сайта, и на мобильной версии сайта. Это и приложение, и просто мобильный браузер, например, тот же самый Chrome, который у вас показывается с телефона. Реклама закупается там по модели CPM или CPC. Это показы, клики. И тут нужно уточнить, что на самом деле, чем больше рекламодателей будут приходить в рекламную запись, тем меньше они уходят из ТГБ, из тизера, тем проще становится работать именно в тизерах, потому что там конкуренции меньше, и покупать аудиторию можно дешевле, дешевле и еще раз дешевле. Мой самый простой пример. Я сейчас запустил рекламу заново, и я покупаю аудиторию по ТГБ, новое вступление настроил, и ставлю ставку приблизительно 3,3 рубля при рекомендованной ставке, которая сейчас 18 рублей. Грубо говоря, аукцион сейчас очень холодный, и я спокойно выкупаю аудиторию по, ну, впечатляем, что не в 5 раз, но в 4 раза дешевле, чем рекомендованная ставка. О чем это говорит? То, что вы видите сейчас в рамках самого ВК по рекомендованным ставкам, да, в ленте или в ТГБ, это среднее значение по больнице. На самом деле рекомендованные ставки, они очень динамичны, они меняются в зависимости от количества рекламодателей. И получается, что где больше рекламодателей, там будут у вас ставки выше, и там бороться тяжелее. Там, где рекламодателей меньше, там, значит, вы бороться сможете проще, и вам будет намного удобнее выигрывать аукцион. Поэтому, в принципе, сейчас в рамках именно тизеров работать с таргетированной рекламой становится все проще и проще. Почему? Потому что контакты, в принципе, наверное, 95% всех спикеров, всех профи постоянно рекомендуют давать рекламу в ленте, потому что она нативная. Я советую давать рекламу и в ленте, и в тизерах, потому что в тизерах, в принципе, позволительно сейчас выкупать очень дешево аудиторию, и аудитория будет адекватной, нормальной. Какой небольшой вам, не то, что инсайт, но небольшая рекомендация. Теперь смотрите, в чем есть особенность закупки трафика. Как мы сами видели, и в рамках TGB, и в рамках ленты мы можем покупать аудиторию по показам и по кликам, CPM, CPC. И в итоге у нас с вами ситуация следующая. Если мы с вами говорим про модель CPM, то это закупка трафика по показам. Грубо говоря, вы покупаете тысячу показов и платите за них. В модели CPC вы платите именно за клик. Пока человек не кликнул, деньги с вас не списались. И в итоге история такая, что когда мы с вами работаем по модели CPM, то нам никаким образом не важно, какой мы получаем с вами CTR. Если плохой CTR, то мы получили просто очень дорогие клики. Если хороший CTR, то мы получили просто очень хорошие дешевые клики. Но на самом деле на сам аукцион, на саму конкуренцию это никак не влияет. А если говорить именно про модель CPC, то в таком случае очень сильно влияет на модель CPC. Именно кликабельность CTR. Что мы с вами понимали, как это работает? Работает по правилу совершенно простой логики. Если приходит рекламодатель, у которого есть креативы, и он запустился, но неожиданно он выбрал себе модель CPC, и никто не кликает, то зачем контакту крутить вашу рекламу? Невыгодно ему крутить. Что он сделает? Он вас из аукциона выкинет, потому что вы невыгодный для него клиент. Не забывайте, что любая рекламная сейда, любой рекламный кабинет, это коммерческая структура. Зачем ему показывать ваше объявление, если он на этом ничего не зарабатывает? По этой причине в модели CPC, если на вас не кликают, вас сам по себе рекламный кабинет в любом рекламном кабинете будет выкидывать. Он будет вам давать все меньше и меньше показов, пока это не станет каким-то ничтожным значением. Вот он, в принципе, алгоритм работы по CPC и по CPM. Если мы с вами говорим про CPM, конечно же, это очень большие риски. Сейчас я буду про это вам говорить. В CPC, в принципе, мы обезопасены. Но если у нас реклама плохая, то реклама не будет крутиться. Сразу же отвечу на вопрос Марии. Столкнусь с мнением, что стоимость рекомендованной ставки это 100% в аудитории. На самом деле, нижнее пороговое значение это 70% вашей аудитории, верхнее значение рекомендованной ставки это 90%, это даже не 100%. Но это именно, скажем так, это знание и теория в кубе, в космосе с белкой на коне. К сожалению, на самом деле ситуация следующая, что у нас с вами есть энное количество аудитории. У этой аудитории есть определенная стоимость. И одновременно в режиме реального времени происходит миллионы аукционов. И выигрывает тот, у кого или ставка лучше, или лучше ставка и CTR. И это означает то, что на самом деле по ставке даже в три раза ниже рекомендованной вы можете получить любую аудиторию. Просто когда-то вы выигрываете, когда-то вы не выигрываете. И зависит от этого еще очень сильно конкуренция. Почему? Иногда крутиться в ночные часы более выгодно, чем в дневные часы. Потому что очень большое количество рекламодателей в ночное время выходит с аукциона. И, грубо говоря, получается то, что аудитория, которая вам была днем недоступна, ночью стала доступна, потому что конкуренция снизилась. Не бывает такого, что только из-за ставки вы или получаете хорошую аудиторию, или плохую аудиторию получаете. Нет. Все немножко сложнее. Я тоже говорю на не совсем глубоком погружении, но ставка на самом деле в итоге не влияет полноценно на тот процент аудитории, который вы получите. Влияет очень много факторов. Один из факторов – это конкуренция. Это конкретно количество рекламодателей, которые выкупают тех же самых пользователей, что и вы. И там все очень сильно меняется. Опять же, сейчас у нас на пороге замечательный новогодний праздник. Сейчас вы будете видеть мою любимую ситуацию на рынке Таргета, что придут большие бренды, которые начнут выкупать с меди на себе рекламу по модели CPM, самые дорогие ставки. Это придут сетевые агентства. И, грубо говоря, ваша реклама даже на рекомендованных ставках не будет крутиться, потому что ребята выкупают прям по пороговому значению. Например, там тысячу показов, тысячу рублей. И они будут являться первым приоритетом. И то, что даже если вы поставите себе 100% рекомендованной ставки, не факт, что ваша реклама будет показываться, потому что не ставка сама влияет, а влияет конкуренция на эту аудиторию в этот момент времени. Мария, надеюсь, что смог немножко погрузить в специфику. А теперь мы двигаемся с вами дальше. Как вообще работает аукцион? Работает он очень просто. В основном он просто работает по модели CPM. В чем логика? Вы загружаете контакт. И когда у вас контакт загружается, происходит моментально аукцион, в котором борются рекламодатели за то, чтобы показаться на вашей страничке. В ленте или непосредственно в ТГБшке слева. Потом происходит ротация этих объявлений через какое-то время. В итоге в модели CPM влияет только непосредственно ставка на результат. Выиграете вы или проиграете. В модели GCPC играет еще, кроме вашей ставки, CTR, насколько ваша реклама кликабельна. В итоге, я думаю, что многие из вас сейчас со мной согласятся, что некоторые бренды, некоторые пользователи уже прям внутри рекламы документ контакта и вообще внутри самого рекламы ВК прям от дома надоели, прям запарили, потому что они показываются каждый божий день. Классические инфобизнесменщики это бич контакта в определенной степени, ну и только контакта, но ВКонтакте они очень активно бомбят, потому что аукцион работает очень просто. Кто ставку сделал побольше, тот и выиграл. Кого бомбит от инфобизнесменщиков и всяких гуру, которые вас обязуют обучить всему, чему угодно. Сейчас самая моя любимая история была, где парень рассказывает, прям такой литруист, что можно купить свою квартиру за два года с достатком 30 тысяч рублей в месяц, но при этом сотрудник стоит десятку. Вот мне все время возникает такой вопрос, если ты такой классный, такой литруист, хочешь рассказать, как людям можно квартиру купить. Я вот не знаю, как можно купить квартиру за два года с достатком 30 тысяч. У меня даже мысли в голове нету, но парень знает, но продает свои знания за 10 тысяч рублей, ну, за десятку, да. Меня это убивает, потому что, грубо говоря, это шарлатанство, оно прям очень активно двигается, в особенности контакта. Что никого? Реклама не бесит в контакте, инфобиза, да. У всех лента настолько хорошо персонализирована, что вы видите корректную, релевантную рекламу. Только мне не повезло. Или всем остальным повезло просто. А пока вы пишете, повезло вам, не повезло, я двинусь дальше по аукциону. Когда и что стоит выбирать? CPC или CPM? Смотрите, по поводу... Так, я вижу только сообщение от Марии. Коллеги, давайте подключаемся. Может быть, неожиданно как-то моя речь режет ваш слух, да, или может быть, что-то я рассказываю не так. Но хотелось бы, чтобы у вас была коммуникация. Опять же, объясню. Вебинар плох тем, что я не вижу вас, я не вижу, скажем так, ваших активностей и не могу маневрировать в рамках проведения. Поэтому я бы задаю всякие вопросы, чтобы вы немножко там активировались, и мы не просто играли в говорящая голова с наушниками, микрофоном, презентацией, а чтобы вы что-то вместе с вами делали, да, хотя бы какие-то вопросы разбирали. Поэтому подключаемся. У меня реклама нет, программа такая блокирует. Анастасия называется Adblock. К сожалению, реклама в ленте Adblock, как я помню, не блокирует, поэтому InfoBiz, милости просим. Плюс, так как я таргетолог, я не могу использовать Adblock, потому что я не смогу работать с самой рекламой по себе. Я не управляю. Начну троллить кихники же. Спайс, я обещаю, сколько угодно троллинга можно без оскорблений, без оскорблений, без мата. Троллить можно там прям бесконечности. Я за то, чтобы была живая история. Так что, надо проживать. Лето уже блокируют, да? Я просто этот блоком не пользовался, наверное, год-четыре, как минимум. Я его вырубил. И все. Ну, как бы, при том, что я же веду трафик через эти трафик, ныне покойный High Conversion, они, к сожалению, по гороскопу несовместимы с Adblock. Даже на уровне, когда злогинившийся сервис, он пишет тебе то, что уберите Adblock, иначе тогда просто мы не сможем показывать креативы объявлений, потому что как раз Adblock прям четенько сразу же все блочит. Поэтому я как раз рекламу вижу прям на полную катушку. Теперь выбираем с вами дальше историю по поводу CPC, CPM. Вернулись обратно к аукциону. Смотрите, CPC – это минимальные риски, потому что не кликнули, деньги не списались. Но при этом, если деньги не списались, вы все-таки даете рекламу, на которую никто не кликает, то реклама дальше так и не запустится. Грубо говоря, к сожалению, вы будете аналогично запуску ракет Роскосмоса на нашем замечательном Восточном. Не помню, как это называется. В общем, где ракета запускается. Она когда стартанет, но как бы не улетит никуда. Она, в принципе, также и навернется медным тазом. Поэтому, к сожалению, CPC-шная модель – это минимальное количество рисков, но при этом, если все плохо, то также она никогда не стартанет. Модель же CPM – это максимальное количество рисков, потому что вы рискуете, вы покупаете именно показы. По этой причине, как раз, если вы закупаетесь, то можно провалиться, и у вас ничего не будет. К сожалению, риски есть, но выгоды просто нереальны, потому что, если у вас реклама очень хорошо заходит, вы, например, ставите себе ставку, например, 4 рубля, и у вас, например, это в тизерах, я говорю, и у вас CTR, например, на 10-е, то вы получаете какие-то 4 рубля. Вы льете по ленте, у вас CTR 4%, ставка у вас, например, 60 рублей, то клики у вас получаются очень дешевые. Но, опять же, мы понимаем, что риски есть, и кроме кликов нужно еще не забывать про конверсионность. Отвечая на вопрос Сергея, мы будем разбирать рекламный кабинет ВК с точки зрения настроек. Сам именно инструмент будет разбираться полноценно на следующем вебинаре. Объясню, почему. Перед тем, как запускать вас в любую технологию, да, или поиск в любой технологии, нужно знать определенные базовые вещи. Почему это работает так, почему это работает так, потому что, грубо говоря, сама автоматика или любой другой сервис, к сожалению, без каких-либо базовых знаний, работы самого рекламного кабинета, это будет фигня, которая, в принципе, работает и сливает еще у вас дополнительные деньги. Так что, к сожалению, есть определенная проблема. Научиться болеть еще в нужное время. Ну, смотрите, научимся вместе, у нас в декабре будет именно разбор таргетингов, разбор парсинга, я буду рассказывать, что это настраивается. Все будет, все будет хорошо и без пельменной. Не с пельменной, а непосредственно будем работать с вами с чебуречной и будем радоваться как сочному чебуреку нашим рекламным компаниям. Теперь смотрите, история немножечко про... Почему пельменная отлично? Спайс-то из арбитража? Просто как бы... Если человек пишет пельменная, то арбитраж, добро пожаловать, милости просим. Собственный русский язык, мой любимый. Смотрите, по поводу как раз выжигания трафика и ретарифов и всего остального. Мой любимый кейс это ребята из Asale, которые выкупают Adobe Traffic, показываются. Если ты вдруг зашел к ним на сайт, то они тебя будут догонять. Если ты подписался куда-нибудь на какие-нибудь паблик по продюсированию курсов, то они тебя будут догонять. В итоге как бы будут догонять тебя до бесконечности, даже если почистил куку, но как ты себя проявил в соцсетях, то в принципе по ретаргетингу айдишки они будут тебя бомбить до бесконечности. Эта проблема заключается в том, что как раз по модели CPM кто выиграл, того объявления показались. Ребята льют на высокие ставки, у них все очень хорошо. Притом любые совершенно креативы, вы можете сколько угодно на них жаловаться, скрывать, не знаю, там даже модерации контакта писать. К сожалению, скрытие и жалобы никак не влияют на эффективность вашей рекламы ВКонтакте. Это влияет на эффективность рекламы в Фейсбуке, но ВКонтакте на это все равно. И в итоге, конечно же, я хочу напомнить то, что разные прожутки времени, да, это всегда разные креативы, в течение трех дней одни креативы, в течение семи дней другие креативы, в течение трех сини другие креативы. В любом случае, нужно, а, не пытаться все время запихнуть везде свой фейс и размещать с помощью рекламы это, да, или какой-то одной картинки. Нужно все время сплит-тестить, нужно все сегментировать и идти дальше. По поводу теста, да, очень простая история, сейчас я рассказал про ретаргетинг, ретаргетинг это когда ретаргетинг подписителем сайта, после был у вас на сайте, а потом мы с вами его догоняем. Не забывайте, что нужно ставить всегда исключающую аудиторию или по-другому дробить, например, ретаргетинг на 3 дня, потом на 7 дней исключая 3 дня, потом на 30 дней исключая 7 дней, чтобы у нас с вами не просто всем скопом наше объявление сразу же показывать человека, чтобы мы с вами показывались потихонечку пользователем, да, чтобы у нас были равномерные показы разных креативов, с разным подходом, с разными месседжами, и тогда будет вам счастье. Теперь, пример, почему же мы на самом деле так редко показываем свой ретаргетинг, внутри Фейсбука, да, просто такая маленькая история, то, что в Фейсбуке даже кроме того, то, что влияет ваш CTR, влияет оценка эффективности, влияют вскрытие и жалобы ваших объявлений, влияет на самом деле даже непосредственно параметр в виде цели. Что такое цель, да, смотрите, у нас есть примеры, очень часто, я думаю, что в Фейсбуке вы замечали, что ретаргетинг вас догоняет именно большие крупные бренды, да, ну, например, как пример, здесь у меня Airbnb, который прям меня так довольно-таки плотненько потом сел на мне, да, и пытался меня пробить. Логика следующая, да, по Фейсбуку тоже у нас будут вебинары, а как вы уже осознали, то, что про Таргет я вам буду рассказывать все и вся, и кроме Таргета еще будет очень много тем, которые мы будем с вами разбирать, но, если говорить про Таргет, да, Таргет Фейсбука, если ВКонтакте есть цель, называется это сообщество, приложение, сообщество, или, например, сайт, то все, в принципе, раз-два и общался, хватит одной руки, а точнее, трех пальцев в виде цели продвижения, то внутри Фейсбука все намного сложнее. есть и охватные цели, есть конкретные цели, например, на увлеченность им на подписоту, есть на трафик, есть на видео, есть на генерацию лидов, на сообщения, чтобы люди писали вам в директе, да, есть на конверсии. Так в итоге, обычно, когда мы настраиваем ретаргетинг в Фейсбуке, да, конечно, самый страшный грех это будет настройка ретаргетинга на конверсии, да, цель конверсии, а дальше потом идет трафик. Почему? Мы будем тоже опять же сказать Facebook чуть позже. В Фейсбуке все пользователи между собой разделены на то, какие действия они делают, да, и если мы с вами говорим про трафик, то в таком случае это люди, которые очень часто кликают по объявлениям, и там показывается именно частота пользователей, а охват это все пользователи. Если с вами говорим про ретаргетинг даже в Фейсбуке, то такой вот совершенно маленький фактор как выбор цели может вам не додать аудитории там процентов 50 от то и 60, потому что аудитория охвата это все, после которой у вас есть, да, в рамках рекламного комитета Facebook, а трафик, а трафик это только часть вашей аудитории, поэтому как бы в Фейсбуке очень часто мы допускаем множество ошибок при запуске, в отличие от ВКонтакте, все очень-очень просто. Двинемся дальше. Ставка для рекламы ВК. Как раз здесь мы с вами разберем, чтобы с вами понимали эти слайды некоторые здесь это прям слайды из презентации ВК, я вел с евангелистом ВК Сашей Черкасс вебинар, как раз я очень сильно просил, чтобы она с позиции контакта объяснила, как правильно выставлять ставки, но не с точки зрения именно людей, которые крутят таргетированную рекламу, а с точки зрения именно соцсети, объясню почему. Даже контакт в принципе сознается, что есть разные алгоритмы закупки трафика, инвериальность, экономия бюджета, в виде стратегии, вначале ставка 70, потом 120, потом 180, которая нам говорит, что можно начинать с более низких ставок, выкупать аудиторию вначале более дешевую, потом более дорогую, потом дороже, 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 и так вот расти. Грубо говоря, мы можем начинать с вами со ставок в реальности в 2-3 раза ниже рекомендованных, в особенности по модели CPM, это 100%, по показам, и потихонечку выкупать вначале аудиторию, которая будет более дешевая вам по аукциону, потом все дальше, дальше, дальше выкупать. Но есть очень важный момент, вы должны с самого начала для себя подобрать ту аудиторию, которая будет вам подходить по портрету. Например, вас интересуют именно маркетологи в возрасте 25-25-45 лет, которые живут в Москве, и вы делаете ограничения по этим параметрам, и вы в любом случае получаете этот кусок аудитории. Просто что-то будет стоить дешевле, что-то будет стоить дороже, но вы будете выкупать все равно эту нужную вам аудиторию. И постепенно, повышая ставку, вы этих поискли себе получите. Почему это нужно понимать и знать, да? Потому что в рамках второго вебинара, который у нас будет, я буду рассказывать, что на основе даже этого элементарного правила есть тактика, которая динамически сама выкупает вам аудиторию в зависимости от изменения охвата и в зависимости от изменения рекламного кабинета по охвату вашей аудитории. Это говорит о том, что если сам контакт подтверждает, что выкупать нужно, подключая от MyTarget, который говорит, что ни в коем случае не выкупайте аудиторию по заниженным ставкам, потому что вы получите плохую аудиторию, вы снизите себе CTR, и это будет не тот результат, который вы хотите. В Фейсбуке вообще работа с ручными ставками не предполагается вначале на автоматических ставках, а только потом на ручных ставках. А ВКонтакте и на ручные ставки можно работать, и на ставки более низкие, чем сам по себе рекомендованный кабинет показывает. Зафиксировали. Теперь двигаемся дальше. По поводу самих ставок. Вот вам пример. Это из Active Traffic. Там можно делать всякую аналитику, чтобы посмотреть, что как работает. И вот, например, я сделал два анализа. Первый – это по причине пользователей через тизеры. И вы видите, что у меня есть зеленое значение по CPI – это стоимость заявки. И вы видите, что по оптимальной стоимости заявки у меня ставки идут от 3 рубля 9 копеек до 4 рубля 95 копеек. Даже немножко и более низкая ставка, например, 2,94, дает мне аудиторию не той именно конверсионности. Здесь важные моменты. Первое – никогда не стоит ставить именно технический минимум контакта. 30 рублей за тысячу показов – это плохая история. Потому что покупаете самую дешевую аудиторию, и реализативность будет тоже не самая лучшая. Выкупаете поиски дороже, чем минимальное значение, но в 2-3 раза меньше, чем рекомендованное значение. Вот такая вот золотая вам середина. Как мы видим, с 3 рублей до 5 рублей у меня получаются оптимальные ставки для тизеров. Другая аналогия – это крипто. Продвигали ICO у одного из игровиков. И там аудитория была настолько затюканная, а это было в прошлом году, она была настолько затюканная объявлениями крипти, при том, что это было как раз на хайпе, когда биткоин рос быстрее, чем доход сына маминой подруги. И биткоин, в принципе, стал как раз сыном маминой подруги. И люди бегали, и все кричали «Биткоин, биткоин, биткоин». Прямо все полоумели. У меня знакомые носились ощущения, как будто, я не знаю, деньги дают на бесплатно. Они все накупили, потом все немножечко обкакались с этой историей, когда на хайпе сработали. В итоге история была такая, что рынок очень сильно на ажиотаже поднялся, как раз мы тоже на этом моменте поднимались. Курс вообще упал, это очень печальная история. Кстати, сразу же и фермочку, Сергей и фермочку предлагает, и Спайс как раз говорит о том, что сколько сейчас он, до 6 тысяч, 4 тысяч, я почему-то забыл, потому что до какого курса биток упал. В принципе, государство все пытаются закрыть, нагнуть немножко эту историю, но да ладно, да, мы сейчас с вами, блин, 3 700, офигеть просто, может быть, все-таки уже пора покупать заново, как раз, он должен же когда-то пробить дно, окончательно начать расти, но не верю, что так история закончится, очень печально как-то. А то до достаточки дорос, народ, ладно, у нас с вами тема, конечно, биток важная, да, сейчас те, кто смотрит в связи с ситуацией, ожидают в какой момент начать все-таки затариваться битком, да, потому что когда-то он должен, значит, подниматься, он же не может постоянно падать. Но вернемся обратно к таргету. В итоге история какая? В прошлом году прям все адово сильно заморачивались по поводу биткоина. Те, кто не в курсе, прошу прощения, сейчас пошел какой-то птичий язык, да, но я думаю, что в любом случае все знакомы частично с биткоином, потому что действительно последний квартал 2017 года и как минимум первый квартал 2016 года это было, кажется, не знаю, там топовое слово и топовое тема и обсуждения вплоть до домохозяек, которые сидят с дитятками и то разбирались, какой сейчас идет курс битка. В итоге история такая, так как это была очень хайповая тема и все пытались лить, кто-то учить, кто-то продавать, кто-то биржи строил, в итоге пришла ситуация, что мы смогли найти только свою аудиторию на ставке 400 рублей. По этой ситуации, да, что мы с вами можем понять, если очень сильно какая-то тематика сильно-очень сильно разогрета, на рекомендованных ставках мы с вами не сможем же работать, да, нам придется выкупать аудиторию даже дороже для того, чтобы выигрывать аукционы на тех поисках, которых еще эта реклама не задолбила, да, это из категории то, что биткоин был очень популярен и как раз на ставках 100, 200, 250 рублей крутилось большинство рекламодателей, а вот как раз была еще, вот была еще прослоечка, которая верхняя, самая дорогая, которая еще не была затюкана, и вот мы на ставке 400 рублей на нее настраивались и мы ее выжигали, потому что пока что еще это было возможно. Ну, надеюсь, этот пример, в принципе, показал то, что есть история с оптимальной ставкой, да, там, где, в принципе, спрос довольно-таки стабилен, и есть история, когда есть какая-то хайповая тема, есть рынок, который очень быстро растет, есть огромное количество ребят, которые заходят по поводу этого рынка, и там бывает нужно выкупать аудиторию даже не зарекомендованную, а выше рекомендованной ставку. Двигаемся дальше. Теперь история немножечко про ретаргетинг, да, опять же тоже, это примеры с точки зрения моей практики, с точки зрения использования актив трафик. При ретаргетинге я обычно закупаю себе аудиторию в ленте за 400 рублей. Почему? Грубо говоря, вы должны понимать, что аудитория, которая была у вас на сайте, это аудитория, которую вы просто не смогли дожать, ее нужно догнать, убедить и сконвертировать. Но есть еще один важный момент, да, что, опять же, по результатам, да, смотрите, здесь показана история, что ставка 400 рублей, и мы имеем даже не то, что хороший CTR, мы имеем очень хороший CVR и стоимость заявок, если вы заметите, у меня здесь показано 130 рублей, 130 рублей, 120 рублей, 160, 320, да, в принципе, нужно всегда обращать внимание не просто на CTR, да, не на стоимость клика, а обращать внимание на стоимость вашей конверсии, стоимость вашей заявки. И так как у меня как раз дробление, про которое я уже говорил, то что, я как дроблю, я настраиваю рекламу на 3 дня, потом на 7 дней исключая 3 дня, потом на 30 дней исключая 7 дней, чтобы у меня вот так вот периодиками реклама моя показывалась на пользователей, при том, что это разные картинки, разные месседжи, и тогда эта реклама, а, не вызывает раздражения такого прям совершенно отдового у пользователей и конвертирует довольно-таки хорошо. Ну, опять же, вот пример по CTR, чтобы мы с вами понимали, что в среднем CTR, например, возьмем 7 дней и 30 дней, он приблизительно одинаковый, да, означает то, грубо говоря, все идет довольно-таки неплохо, то, что аудитория 30 дней, 7 дней, конечно, 3 дня будет самыми кликабельными, да, но опять же, вот 3,5%, 4,5%, ну, не прям так в разы выше, чем сегменты по времени более длинные, да. теперь, небольшая рекомендация по размеру аудитории, я обожаю таргетологов, которые хвастаются результатами на бюджете 1000 рублей, нет, хвастаться можно каким угодно, да, я сейчас могу там тоже, я же хвастаюсь, это получается то, что щеки себе раздувают, что-то такое классное, на самом деле, у каждого есть опыт, да, собственно, и у каждого есть своя задача, да, кому достаточно продать, не знаю, 5 осекленных балконов, да, в микрорайоне где-нибудь за городом Нижнего Новгорода, да, и все, это классно, если мы с вами говорим про рекламу более-менее нормальных бюджетов, да, то как минимум аудитории для B2B это от 3000 пользователей, аудитории по размеру для B2C от 2000 пользователей, чтобы вы не постоянно настраивали рекламу, а то у нас есть такая классическая боль в рамках именно таргетированной рекламы, что люди настроили все, да, три дня у них реклама покрутилась, потом она у них сгорела, и они заново настраивают рекламу, потом три дня, потом заново настраивают рекламу, потом три дня, и, честно, это такая постоянная рутина, которая очень сильно выматывает специалистов. Ну, и здесь история, смотрите, какая еще по поводу ставки 400 рублей, да, к сожалению, даже если ставка 400 рублей, это не гарантирует вам, что у вас будет 100% показов в вашей аудитории. На самом деле, контакт дает немного пользователей, да, здесь просто пример, смотрите, какой, чтобы у вас была аналогия. Это количество показов и охват, да, у меня один показ на одного уникального поиска по ретаргетингу, например, на три дня настроено, и, смотрите, 45, 30, 18, 14, 20, но на самом деле, с точки зрения трафика, да, трафика приходит, получается, от 400 до 1000 пользователей ежедневно. Получается, я по охвату получаю, дай бог, 10% своей аудитории, дай бог 10. Чтобы вы с вами понимали, то, что контакт даже на высоких ставках вам не отдают всех после, а если вы еще свою ставку снижаете до 100 рублей, то, в принципе, у вас ретаргетинг вообще не крутится. Поэтому на ретаргетинге не стоит очень сильно снижать ставки, потому что это уже ваша существующая аудитория, с которой вы будете работать. Двигаемся дальше. История другая, да, история как раз сейчас вот про тактику, про которую тоже будет рассказываться на следующем вебинаре. Кто у нас крутит рекламу ВКонтакте? Замечаете ли вы ситуацию, что вы предпочитительно с какой-то определенной перечностью обычно 3 дня, 4 дня повышаете ставки на своих рекламных объявлениях, что на этой ставке ваша реклама уже не показывается. Повышаете ставку. Реклама не показывается, повышаете ставку. Кто так работает? Напишите, пожалуйста, плюсик. Опять же, интересно, сколько людей у нас чувствуют эту боль, которую сейчас расскажу, как можно решить. А может быть, никто не чувствует эту боль. Вот, Алла написала плюсик. Спайс, ты там льешь в пельменную, подключайся. Во, замечательно. Чтобы спайс не то, что лил в пельменную, кроме того, что мы постепенно выжигаем аудиторию, да, опять же, пример, дай бог вы поставили один показ на одного уникального поиска в ленте, а если вы поставили 5 показов на одного уникального пользователя, то мы один раз показались, второй раз показались, третий раз показались, четвертый, пятый, и это прямо реально очень сильно вас мучит. И, грубо говоря, у вас получаются холостые показы. В рамках сервиса была разработана такая история, что мы вначале ставим рекомендованную ставку, да, такую-то, например, 25% от рекомендованной ставки, а дальше в зависимости от изменения дельты охвата, что такое дельта охвата? Сегодня вы показались 1000 пользователям, завтра показались 800 пользователям. Получается, что у вас охват в зависимости от дельты охвата в плюс или в минус вы, точнее, не то, что вы, а система будет или увеличивать ставку, или уменьшать ставку. Грубо говоря, за то, чтобы выкупать постепенно вашу аудиторию, влияет уже не вы, а влияет уже сервис. У нас все таргетологи работают с помощью этой тактики, она внутренняя, внутри сервиса, и в реальности решает проблему по работе со ставками прям почти что на 90%, потому что иначе тогда приходится ручками все это делать, а так это все делает сервис. Опять же, внутри контекста давно все бидеры существуют и прекрасно работают и не заморачиваются, а в рамках таргетированной рекламы никакого решения для автоматизации, их не особо много, поэтому есть определенная проблема, что таргет еще пока что только на он, в принципе, довольно-таки уже взрослый канал, но все равно он еще в таком только растущем положении дел, при этом таргет растет ежегодно на 30% рынок растет. В отличие от контекста, не помню, как точно, контекст растет, кажется, на 10% или на 14%, а таргет на 30%. Ну и в итоге переходим к нашему последнему блоку, это сегментация аудитории. Смотрите, история какая? Что такое сегментация? Это разделение вашей аудитории на кусочки. Начнем. Что же такое кусочки? У вас есть просто таргетинг на, например, Россию, Россию-матушку с возрастом от 20 до 50 лет. Но, к сожалению, конечно же, вы получите ту аудиторию, которая будет самая-самая-самая дешевая. Поэтому и есть такой термин, как сегментация. Сегментация – это деление общей аудитории на кусочки, чтобы по каждому кусочку работать в рамках отдельного аукциона. Например, опять же, здесь мы с вами видим рекомендованная ставка Москва-Питер мужчин и женщин 18.35. За клик у нас 61 рубль, за показ 18 рублей. А, например, Москва-мужчины 25.35 за клик стоит 50 рублей, а за показ стоит 15 рублей. А, например, опять же, мы с вами возьмем девушек, тоже, опять же, 25.34 Москва, там уже у нас с вами ставка за переход 62 рубля, а за показ 17 рублей. В чем суть? Первое. При дроблении вашей аудитории на кусочки вы получаете по каждому кусочку свою уникальную ставку, на которую вы будете уже работать. Второе. В любом случае, разные аукционы в виде разных кусочков – это разные аукционы, где разное количество рекламодателей, и там вы будете играться. Пример очень простой. Большинство сетевых агентств выкупает трафик просто по России, даже не заморачиваясь по поводу пола, а выкупает по брендбуку с 25 до 45 и сразу же выжигает всю аудиторию полноценно. С такими конкурировать тяжело, потому что большие бюджеты. А мы с вами дробим нашу аудиторию на кусочки, и в каждом кусочке мы конкурируем с другими рекламодателями. В этом и есть смысл сегментации, что это по сегментации у нас получаются разные ставки, так что это экономия бюджета. Второе, это разные аукционы, это разная конкуренция, где-то вы будете выигрывать больше аукционов, где-то вы будете выигрывать меньше аукционов, это нормально. Но опять же у вас будут равномерные показы. Теперь по поводу сегментации. По поводу сегментации очень простой пример, один из моих любимых. Есть CTR, да, я беру и показываю вам два объявления. Они полностью одинаковые, однотипные, кроме одного параметра. Как мы с вами видим, то что в одном значении у нас 36 тысячных, в другом 85 тысячных. Чтобы с вами понимали, среднее значение это 0,03. Грубо говоря, у одного объявления среднее значение CTR для тизера, у другого объявления в 20 с лишним раза больше. Чем же они друг от друга отличаются? Отличаются они следующим, что у них все одинаково, кроме возраста. В одном мужчины от 20 до 40 лет, чтобы с вами понимали, мужчины от 20 до 40 лет это значение CTR было 36 тысячных, а возраст от 41 до 60 лет это CTR в 85 тысячных. Грубо говоря, мужская аудитория, которая интересуется таргетированной рекламой от 41 до 60 по CTR выше, чем среднее значение в 2,5 раза. Почему? Потому что у большинства больших брендов есть понятие как понимание целевой аудитории. Они говорят, что наша аудитория 25-34 и мы будем выкупать аудиторию 25-34. Аудитория от 40 лет нам не интересна. Там меньше конкуренции, там менее затюканная аудитория рекламой, и если у них есть потребность, они намного более живо реагируют на рекламные объявления. Красавчик ли я? На самом деле нужно смотреть не только CTR, да? На самом деле я не красавчик. Ну хотя по внешности мне говорят, что я довольно-таки неплох, можно поставить. Опять же Spice можно подстебывать, жду от тебя комментариев, ты единственный, кто сейчас мне помогает, ну и еще чашка кофе, немножко взбодриться. Смотрите, с точки зрения сегментации, кроме того, что мы имеем разные значения CTR, да, если в общем смотреть по всему проекту, аудитория от 20 до 40 лет дает заявки по 200-300 рублей, аудитория от 41 года давают заявки 118 рублей. Грубо говоря, не всегда стоит ломиться туда же, куда ломятся все рекламодатели. Выбирайте себе города, которые, например, не Москва, не Питер, возьмите города миллионники, возьмите себе аудиторию не 25-34, а возьмите аудиторию от 40 до 60 лет. Если у вас нет привязки к России, возьмите себе страны, например, Прибалтики, Эстония, Латвия, Литва, с точки зрения русскоязычного населения, нужны очень богатые люди, возьмите себе Астану, или лучше даже Астану в Казахстане, потому что там реально очень много денег. Не пытайтесь идти везде, там, где идут большинство, потому что, грубо говоря, сейчас ко мне в переговорку попытается забиться, например, одновременно пять человек, то, грубо говоря, застрянут в этом верном проеме. Это означает, что в рамках таргетированной рекламы мы конкурируем на аудиторию, и там, где больше конкуренция, там тяжелее пробиться. Ищите всегда смежные какие-то таргетинги, которые вам позволят получать нужную аудиторию. Давайте так, плюсики, если вы поняли тот месседж, который хотел донести, минусики, если вы не поняли тот месседж, который пытался донести, лучшей аудитории, что нужно выбирать дополнительные сегменты. И вот вам пример, что таргетологи, люди, которые используются таргетингом, с 41 года дают мне заявки в два раза дешевле. И они дают и клики дешевле, и CTR лучше. И это более, скажем так, адекватная аудитория, потому что они просто не забиты еще предложением конкурентов. Потому что, в принципе, вы с этим столкнетесь в рамках новогодних праздников, что сейчас как раз золотые сегменты, назовем так золотые сегменты, будет очень жестко выкупаться рекламодателями. Опять же, конечно же, 5-7 минут и я тебя освобожу. Конечно, не стоит забывать историю с точки зрения проверки возраста или, допустим, пола по Google Analytics. Очень простая тема. Мы с вами берем Google Analytics. Опять же, тоже про все буду рассказывать, все буду показывать и смотрите, а какая у вас конверсионность разных возрастов. И в итоге тема очень простая и у меня оказывается возраст любой конверсионной. Если у человека есть знание по таргету, желание по таргету, то любой возраст подходит для настройки. Давайте вопросики я разберу, у нас скоро будет конец, там еще буквально осталось у меня два слайда, потом вопросы-ответы и дальше еще контакты свои, можно писать. Та же самая история по сегментации, по сегментации пола, да, мужской, одновременно мужской и женский, значение определенное, значит, что я не выбирал себе какой-то параметр по полу, да, и просто женский пол, тоже один из проектов, смотрите, какая интересная история. Тема-то какая? Тема такая, то, что если буду настраиваться именно сразу же на мужчин и на женщин, да, то я получу себе значение по CPA 213 рублей, а если я бы разделил бы свою аудиторию, а я ее разделил, да, еще дополнительно, то я вижу, что мужская аудитория менее конверсионная, чем женская аудитория, да, и получается, что на женскую аудиторию я могу лить бесконечно, потому что по стоимости они довольно-таки дешевые получаются, лиды, тоже опять же. Ну и последний, прям вишенка, те, кто знакомы с сервисами парсинга, те, кто знакомы с базами по ID пользователей, для того, чтобы оценивать каждую отдельную базу по спискам ID через Cerebro, через Target Hunter, через Paper Ninja, обычно вы задаете все время разные рекламные кампании и потом все это анализируете. Я могу все это загружать в сервис всем скопом, и потом могу смотреть, а какая группа ретарсинга для меня является самой конверсионной, а какая менее конверсионной. И в итоге у меня получается, что на аналитику рекламных кампаний тратится ну прям очень мало времени, потому что группу ретарсинга я анализирую не просто по CTR или стоимости клика, а именно по стоимости заявки. Ну что ж, это была последняя история. да, теперь, вот вам ништяки, это наша автоматика, про которую я вскользь сегодня рассказывал. Она на самом деле бесплатная полностью, но если вы хотите попробовать на своем рекламном кабинете, то используем промокод руки, и в принципе добро пожаловать, ребята даже вам подскажут, как все это запустить. Мои контакты тоже вы видите, промокод будет действовать в течение недели, потом он превратится в тыкву, потому что у нас будет еще второй вебинар 29-го, и можно будет еще его протестировать. Поэтому те, кто хотел протестировать до Нового года автоматику, то милости просим. Теперь отвечаем на вопросы. Давайте вначале так, от инищки до десятки проголосуем, как вам вебинар, потому что тут получается я собрал несколько аудиторий, я старался рассказывать более живым, простым языком, да, без каких-либо там замудрений, но опять же может быть слишком переумничал. Поэтому давайте проголосуем на тенищки до десятки, чтобы я понимал, как следующий вебинар. Может быть действительно нужно попроще. А я пока... Как найти гендиров, ритейл, сетей, хотя я думаю, что там их нет? Мария, я вам расскажу по секрету, как их найти. Только если что, никому не рассказывайте. Вам на самом деле ВК и Фейсбук вообще не нужен. Берете Линкдин, берете, покупаете себе платную премиум-версию, потом выбираете себе сегмент, там есть прям сегментация по бизнесу, ритейл, гендир и получаете себе базу где-то в районе 100-150 человек, которые связаны именно с ритейлом на топовых позициях, которые до сих пор еще сидят в Линкдине. Это самое простое решение, потому что с таргетом найти их почти что нереально. Поэтому покупайте, Линкдин, премиум-аккаунт, который мне нужно будет оплачивать, он вас доступен на месяц бесплатно, там появляется поиск лидов, вы вводите себе гендир, коммерческий директор, выбираете тематику бизнеса, ритейл и получаете себе все сливки. Опять же, я думаю, что если вдруг вы не поняли, о чем идет речь, напишите мне в личку, я вам потом скину. Да, Линкдин, да, ну как нельзя это что, сейчас скину. Тот самый, который у нас заблокирован на территории Рунета. Но, в принципе, все, кто работают с международным рынком, да, все, кто работают по построению сетей, какая запрещенка, знаете, там нормально все с аудиторией, все очень хорошо. Он запрещен на территории России, но им прекрасно пользуются пару миллионов человек в России, которые, в принципе, имеют довольно-таки высокие позиции, должности на территории Рунета. У него есть премиум аккаунт, который работает как поисковик, да, по лидам. Можно найти себе хорошую клиентскую базу, очень легко. А для того, чтобы обойти любую блокировку, мы, например, используем VPN, прокси, и все, и дело в шляпе. Поэтому не усложняем себе ситуацию. Это, опять же, вопрос о том, что иногда таргет нам и не нужен. Вопрос по Виталию, как искать премиум-сегмент. Виталий, самое простое, что я могу вам посоветовать, поставьте галочку путешественник. Просто отсеете 90% всей аудитории, которая есть в таргете, и будете настраиваться на тех людей, которые хотя бы позволяют себе два раза в год улетать за границу. Если же вам нужен прям премиум-премиум пользователей, то в таком случае для этого нужно будет собирать свои персонализированные базы, например, по всяким салонам красоты, по всяким школам типа аля, как продюсерский центр Аллы Пугачевой, или всякие закрытые клубы бизнесменов и все остальное. Это можно, но это довольно-таки тяжело. А если хотите просто почувствовать платежеспособную аудиторию, галочка, путешественники, 10% аудитории Рунета в виде ВКонтакте, у вас столько остается. На нее показывайтесь. Опять же, это с точки зрения очень простого решения. Так, ну что ж, Spice оценил вебинар, значит, в таком случае благодарствую, значит, тогда это как минимум было весело и интересно. По поводу Линкдина, он запрещенный, но им все пользуются. Какая у вас личка, как вас зовут? Меня зовут Смирнов Николай, мои контактные данные у вас прям мелькают перед глазами, мой Facebook, контакт, моя почта на Active Traffic, мой Telegram, который также аналогично заблокирован. Да, в Линкдине в премиум можно искать так, как называется Lead Search, кажется, прям такой тулза, называется Lead Search. Мы так лиды себе в Китае искали. В Китае же тоже все заблокировано, и Линкдин тоже, но там же огромное количество китайских маркетологов. И мы прям долбили через поиск очень хорошо и продуктивно. Так, ну что ж, я думаю, то, что по Линкдину тоже я вел небольшой такой экскурс, что там есть премиум аккаунт, в котором есть поиск, можно подрубить его бесплатно один раз на месяц, потом не забудьте вырубить себе подписку, чтобы деньги не списались. Для того, чтобы обойти Линкдин заблокировки VPN-прокси в браузерной, в аддоне Google Chrome, работает однокликово, так что тарам, добро пожаловать в прекрасный мир обхода блокировки за два клика. Привет, Роскомнадзор, ты, как всегда, в принципе, бесполезен. Все, что заблокирован, можно открыть за два клика. Коллеги, промо-код я вам дал, ссылку на Active Traffic сейчас вам дам дополнительно, чтобы, ой, ну что плохому, как раз я учу хорошему, я не считаю, что нужно закрывать или запрещать что-то, потому что что-то не нравится, да, ну, в особенности LinkedIn, это всегда было замечательной площадкой, которая пользовалась успехом, которая в реальности помогала найти себе партнеров по бизнесу, и вдруг неожиданно стала неугодной, да, поэтому, как бы, для меня это очень печальная история, промо-код будет работать, да, вам дается 14 дней агентского тарифа, поэтому, Сергей, вперед, как минимум, можно использовать, если же, конечно, у вас аккаунт уже пополнен, то, в принципе, вам никакой логики от этого не сыграет, да, если же аккаунт не пополнен, то, милости просим, можно подрубить собственный кабинет. Ну что ж, ссылку на сайт дал, промо-код дал, контакты свои дал, всем желаю хорошего вечера продуктивного, а с вами мы увидимся уже в в четверг, в 3 часа дня, подключайтесь, я буду рассказывать вам про то, как реально автоматика помогает мне каждый день в решении задач таргета и буду делиться с вами секретами своей работы с рекламным кабинетом контакта и моей таргета через Active Traffic. Все, всем пока-пока.